Привет всем, вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Смешавики в мире финансов. Мы все ближе и ближе к богатству вместе с Копаточем. Давайте же поскорее станем богатыми. Итак, мне нужно утро, да? На работу скоро, нужно покушать, пообщаться, то есть всё успеть. Хорошо покушать нужно. Так, и у нас сейчас задание посадить три картофельные врядки. Давайте посадим, пока вот работа, суббота, последний рабочий день, по идее, отработаем, потом уже будем завтра там восстанавливать все свои потребности. Как раз вот он вырастет там до вечера или может сутки. А Копаточ, у покупателей твоих тыкв возникли проблемы, а по закону мы должны им помочь. А так я уже отдал им эти тыквы, чего они ещё хотят? Я лучше огородом займусь, чем с покупателем буду возиться. Ой-ой, а ведь у покупателей есть права. А у тебя, Копаточ, ответственность за товар, который ты продаёшь. А нормальный у меня товар, всё натуральное. А ты про какие права говоришь? А права потребителей. Например, право получить хороший товар и право получить назад деньги за некачественные. Улавливаю. Продал хорошую тыкву, радуйся, а продал гнилую, извинись. А, и так, уважаемые, я купил у вас три тыквы за 150 монет, но одна оказалась червивой. Требую вернуть за неё 50 монет. А, ну, ладно. Раз требуют, ещё в тюрьму посадят. Правильно, молодец. Я возмущена. Я готовила варенье из вашей тыквы, но забыла добавить сахар. Варенье получилось невкусное. Требую вернуть мне 30 монет. Вообще-то, она забыла, поэтому я при чём? Тоже правильно. У вас отличные тыквы, но я передумал. А я хочу на ужин тортик, а не овощи. Так что заберите тыквы, а мне верните деньги. А, вообще-то... Это не повод возвращать. Должна быть уважительная причина. А, проблемы случаются. Главное решать их по закону и с заботой о покупателе. Ты справился. Ух, аж гордость переполняет. И тебе мой шарик, спасибо. Пожалуйста. О, какая классная награда, да? Так, собрать мёд. До работы ещё час двадцать. Я пока, наверное, пойду. До созревания двенадцать часов. Как раз, когда вернусь с работы, уже будет всё созреть. Пока пообщаюсь с друзьями. И немного перекушу. Так, как раз вот девять часов. Давай, быстро дуй в город. А, Копатыч, смешарики интересуются. Как бы отведать твоего мёда? А, варят, он очень вкусный. Так это, у меня полный улей мёду. А, пожалуй, время его продать. А смешарики смогут полакомиться. А я монет заработаю. Так, ну, во-первых, работа у меня сейчас, да? Нужно срочно на работу выходить. Потом всё остальное. Если сверхурочно, можно четыреста монет получить. У меня монет целая куча. Пора бы что-то, вы знаете, и прикупить, наверное. А, заработано, получить... А, кстати, что нужно для того, чтобы меня повысили? А, достичь шестого уровня в логике. И достичь шестого уровня в хозяйственности. Для логики нужно вот это. Так. Ммм, обычная скорость. Какая задача? Собрать мёд с улья. А, давайте завтра выходной. Мне денег все тратить нельзя. Попробую купить себе... Ого, тут всё больше и больше появляется новенькая вода. Вот логически, получается, доска физик, да? Отлично. Давайте доску возьму. Мне её хватит. Так. И возвращаюсь домой. Так, ну, для начала... А, способности... Что у меня здесь вообще? Бодрость на нуле. Радость на нуле. Сначала поиграю с друзьями, потом всё остальное. Как раз им картошка поспеет. Так, хотя бы немного себе поднял все вот эти потребности. Давайте соберу мёд, во-первых. Есть. А, во-вторых, соберу ура... А, упс. Улья был так стар, что развалился. Придётся купить новый. Караул, так он же, блин, кучу денег стоил. А, беда, мёд пропал. А если брать новый улей, так уж сразу хороший. А мега дорогой супер... Супер улей люкс. И мёда больше даёт, и пчёлам в нём жить лучше. Ух, он же стоит полторы тысячи. Разориться можно. А мы возьмём кредит. Это деньги в долг от банка. Это поможет тебе распределить расходы и не отдавать всю сумму за улей сразу. О, так значит у меня и улей будет, и монетки на важной потребности останутся. Да, возвращать кредит ты будешь небольшими частями. Так что на всё будет хватать. Но в то же время тебе нужно будет вернуть и проценты. Что это за проценты? Это плата банку за то, что помогает тебе купить улей сразу. И не копить. Из-за процентов цена улей в итоге будет чуть выше. Но ведь я и мёда смогу больше собрать. А значит и высокую цену на улей смогу отбить. Так, сколько будет сложить супер улей, если ты возьмёшь кредит на 10 дней и ежедневно будешь выплачивать по 180 монет? Ответ. 1800, да? Правильно. Так я, по-моему, мог бы без кредита купить. А сколько мёда ты сможешь собрать за 10 дней кредита, если каждый день супер улей приносит 24 килограмма мёда? Ого! Сколько мёда? 24 на 10. 240. По 10 монет получается 2400, да? Так что в принципе плюсе. А сколько денег ты заработаешь на продаже 240 килограммов мёда, если 1 килограмм стоит 10 монет? Вот я уже только что сказал, 2400. Ага. А из 2400 монет, за которые ты сможешь продать мёд, вычти стоимость супер улей в кредит 1800 монет и напиши результат. Это и будет чистая прибыль от покупки супер улей. 600 монет. А вот видишь, хоть улей в кредит и выйдет тебе дороже, зато ты сразу начнёшь делать мёд, а прибыль покроет все твои расходы. Укуси меня, пчела, нужно скорее идти в банк. Ха-ха. А не так быстро копатать сначала, собрать урожай нужно картошки. Тоже дело. То есть здесь нельзя серию делать. Опа. Так, ну что. А так я же собрал картошку. Возьми кредит в банке, ладно. Идём в город. Оформить кредит. А сумма... Больше нельзя. А, полторы тысячи, да, на 10 дней. Проценты 300. Хотя можно взять и 300 отдать. Зачем, да? А проценты всё равно 300 хоть на 5, хоть на 10, хоть на 20. Представьте, да? А, прикол. Ладно, беру на 10. Как говорили. Замечательно. А теперь купи суперули в магазине и установи у себя во дворе. Ух, мёд у нас рекой польётся. Так, магазин. А суперули где-то есть? А, особые. Вот он. О, семена появились. Отличное жильё для работников воска и мёда. Пчёлы говорят, здесь внутри даже кондиционер есть. А уж мёд отсюда, да будешь, будь здоров. Покупаю. Так, ну и можно купить картофанчика, да? Раз, два, три. Вот так. Возвращаемся домой. И устанавливаем суперули. Так. Вот он. Так, стоп. Редактирование, да? Да тут же я поставлю. Так, картошку можно продавать, да? А по чём её можно продать? По сорок. О, отлично. Продаю тоже. А, тут такое. В ТРК нагрянули панды. Туристы из Китая. И раскупили весь мёд. Но им всё мало. Собери со своего улья 50 баночек. Продай в магазин. Ух, для своих родственников из Поднебесной. Я с радостью. Так, ну, во-первых, можно картофель посадить. А мёд вообще должен, по идее, быстро накапливаться теперь, да? Да, получается, два дня нужно ждать, пока он соберётся. А у меня не осталось там ничего из мёда. А-а-а-а. Пять банок у меня есть. Так. Здесь ничего, здесь ничего. Как долго он будет делаться? Не знаю. В принципе, уже почти ночь на дворе, поэтому пойду. Почитаю. Кстати, что я ещё сделаю? А, у меня аж есть доска физик, да? Поставлю где-нибудь. В общем, какая разница? Возле стенки обязательно, да? Или что это? Почему нельзя здесь? Как её развернуть? Кто знает? В общем, перестановку небольшую сделал, компьютер переставил там, ну и так далее. Так, а смогу я поучиться? Или у него сил нет? Нет, есть силы. Получается. Вот, логику он поднимает. Причём, довольно-таки быстро. А-а-а, вот, разок поднял. А-а-а, всё, не может. А-а-а, устал и не хочет играть. Зато может, а-а-а, покушать. А потом лечь спать. А-а-а, кстати, нужно провести эксперимент. Смогу ли я за воскресный выходной день повысить себе эти все навыки, для того, чтобы потом в понедельник меня повысили на работе. А постараюсь это сделать сегодня в этом обзоре. А-а, мёд вот, 9 баночек у меня уже собралось. Просто интересно, сколько может поместиться. То есть, 1, 2, там, 10, 20 за раз. Так, продолжаю учиться. В принципе, уже третий навык я поднял. Нужно следить за своими показателями. А пока я там с ним занимался, вот, картофель созрел уже. Ну, или сейчас, нет, созрел уже. Вот, можно идти собирать его. Так, собрать урожай. Собрать урожай. И опять собрать урожай. Так, и теперь дернуть в город. Купить новые семена. Особые. Плохо, что нельзя сразу купить, там, не знаю. Там, полсотни. Хотя можно купить сразу. А, 6. Хотя бы, да, раз. Два, три, мне же денежка есть. Так, что идем домой. И садим опять картошечку. Плохо, что грядок нельзя больше придумать. Хотя, может, в будущем можно. Как там где-нибудь в какой-то ферме. Так, недок. Вот, недка мне нужно собрать 50 штук всего. Тоже показали, сколько у нас есть, да? Ну, ладно, пускай дальше занимается. Я уже до 4-х повысил логику. А осталось мне 2 логики, 2 хозяйственности повысить за оставшиеся полдня. А, так, по идее, сейчас у меня логика должна повыситься до 6-го уровня. Нет, не повысилась. Слушайте, нужно... Я уже третий раз занимался. Нужно, наверное, 4-й раз заниматься до 6-го уровня. И я подумал, что для того, чтобы хозяйственность повышать, мне на Бонзай на этом будет долго ее повышать. Нужно пойти купить что-то в магазине еще себе. Что, опять не повысил? Смотрите, нет. Не успею, наверное, повысить 6-й уровень. И в логике, и в хозяйственности. А, итак, вот, все, 6-й есть. Иду в город, покупаю себе что-то. А, вот, хозяйственность. Да, по-хозяйски. А, 1500. Нет, это не в хозяйске. А, что еще могу взять? Даже не знаю. Вот честно. А, вот, стиральная машина. За 500 монет это, конечно же, по-хозяйски. А, стирать вещи там и все такое. Ставлю где-нибудь ее вообще. Чтоб не мешало. Вот так. Все. Стирать. Пошло дело. Растет хозяйственность. Правда, вот, бодрость не растет. Ого, боже, смотрите, как ее трясет. Вот так, выходной день. Все остальные смешарики отдыхают. Я с Копатычем, блин, занимаюсь самосовершенствованием, да? По идее, сейчас последняя стирка и моя хозяйственность станет шестого уровня. Как раз вот я успел, видите, почти уже ночь на дворе. Навыки мои. Вообще там уже по нулям везде. О, шестая. Видите, класс. Так, нужно успеть сходить еще. Мед собрать. Шесть метка. Как раз вот завтра меня повысят. Еще и плюс мед. Выполню задание по меду. Так, картошка, наверное, вы знаете, пускай растет. Мне нужно еще покушать, пообщаться с друзьями и приготовиться к завтрашней работе. Так, вот навыки подтянул. Можно спать до утра. Осталось тем более поспать здесь всего лишь пять часов. Ну, в принципе, почти как и я. Сплю обычно где-то в таком районе. Все, можно покушать. Кстати, наконец-то и картошку собрать свою и посадить новую. О, за ночь восемь меда там уже с этой пчелки насобирали. Хотя, в принципе, ночью пчелки спят. Не знаю, как они на мед собирали. Посадить картофель. Посадить картофель. Посадить картофель. И собрать медок. Супер. Все, теперь осталось покушать. У меня два часа ездить до работы. Ну, и потом с хорошим настроением идти на работу. Вот как хорошо. Видите, все свои потребности я повысил и можно спокойно идти на работу. Даже раньше я немного пришел. Все, выйти на работу. Сверхурочно. И смотрите, сейчас меня повысят. Копатыч получает повышение до директора магазина. Зарплата за полный день увеличена до 337 монет. Супер, да? Класс. Так, а мне в банк нужно проценты отдавать или нужно в конце потом отдавать? Или пока я не собрал мед, мне нас не требуют. Так, а не могу потому что устал, да? Как жаль, придется поспать. В подъем Соня мед ждет, точнее панды ждут из Китая. Как раз мне нужно было еще 11, я 12 собрал. И картофанчик тоже можно уже собрать. лишний не бывает. Так, и нужно теперь что? Продай мед в ТРК. Прямо сюда пойти нужно? А, посетить, сделать, продать мед. А, здравствуйте, мед у вас отличного качества, готов купить его? А, по 15 монет за банку. А шо, хорошая цена, панды с радостью купят мед в такую цену. Да нет, что вы, это я у вас куплю мед по 15 монет, а продавать буду за 20. Не понял, это вы еще хотите на моем труде себе монетку рвать? Ух, негодяи. Копаточ, продавец справа, ведь это он привез толпу панд в наши края, а это лишние расходы, поэтому и наценка такая. Так, это шо, я получил продавцу за то, что он нашел мне покупателей? Ага, у нас так много меда, что смешарики не успеют его раскупить и товар испортится, а зато панды возьмут сразу все. Звучит разумно, дайте мне лапу, я согласен продать мед по 15 монет. Копаточ, не забывай про кредит, сходи в банк и сверься с графиком платежей. Ну шо, опять? И 5 минут отдохнуть не дадут. Очень важно отдавать кредит вовремя, иначе придется заплатить банку штраф. Ух, и неуемно же этот банк. Понял, понял, буду возвращать деньги в срок. Ха, я ходил ведь в банк вчера, с меня не захотели брать деньги. Итак, внести платеж, да? Раз, до среды, два, до четверга. Можно досрочно погасить, не хватает мне денежек, да? Досрочно. Ладно, пока, так, хватит. Так, что дальше? А, верни, а, вообще кредит банку вернуть. Так, стоп, у меня есть, есть чем возвращать. Мед, картофанчик. А, по 40. О, так я могу вернуть, смотрите. досрочно. Как раз мне хватит еще до завтра перекантоваться до работы. Ура, кредит выплачен. А тебе на почту пришла посылка? Сходи и проверь, что там. А где почта у нас? Университет? Не знаю. А, почта у меня же дома, да? Проверь почтовый ящик. Кстати, нужно семян картошки купить, а то я такой молодец весь. А ведь про семена картошки. Раз, два, три, хватит мне монет. Четыре, пять, шесть, чтобы в два раза не ходить. Потребности, а, ну, в принципе, более-менее, да? Мед соберусь, что продам еще. Так, и картошечку обязательно посажу. Чтобы завтра перед работой успеть ее собрать. Успею? В полдевятого она созреет, успею. Так, почта, проверим почту. Грамота. Золотой статуэткой, лучший фермер, за огромный урожай и самый вкусный мед. Награждается Копатыч, Академия фермерства. Ура! Копатыч, видишь, ты стал самым богатым и успешным фермером. Поздравляю. Спасибо, но я останавливаться не собираюсь. Правильно, продолжай выращивать овощи, собирать мед и ходить на работу. А еще приходи на мегаэкзамен в университет в следующее воскресенье. Загляну, загляну. Теперь у меня что? А, дождись приглашения в университет. Ясно. Так, ну мне пока, в принципе, делать здесь нечего. Нужно только немного покушать. Нужно будет купить себе печку хорошую. А, кстати, нужно узнать про работу. Можно ли мне еще повыситься? Ну, в принципе, директор магазина это, мне кажется, самая крутая работа, да? Сейчас он покушает, я узнаю. Так, покушал. А, смотрите, солидная работа в офисе с деловыми бумагами. Свой магазин ты знаешь на зубок. Кстати, попробуй новые пироженки. Как завезут работа без перерыва. 0,3. Девятый уровень ватаники, девятый уровень в обаянии, девятый уровень логики, девятый уровень хозяйственности. Для того, чтобы меня повысили. Капец, оказывается, можно еще. Так, у меня теперь сейчас у меня работа всего лишь 9 до 12, да? Всего 3 часа. А если сверхурочная, то 6, наверное. Короче, класс. Есть к чему стремиться. Так, ну, это уже будет как раз вот в наших следующих выпусках все остальное. А вот сейчас понедельник, до воскресенья я постараюсь повысить свои навыки как можно выше, а дождаться экзамена повыситься на работе. То есть, это моя цель на следующий обзор вот в воскресенье и повышение по работе. А если вам интересно, как это все будет у меня получаться и у Капаточа, то продолжайте следить за нашими новинками. Скоро продолжение. Пока-пока, до новых встреч!